И об эпидемиологической ситуации в нашей стране, вернее борьбе с вирусом, стало известно, что в течение двух месяцев 4 миллиона доз вакцины Pfizer планируется поставить в Казахстан. О сроках сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Он добавил, что финальный контракт на поставку уже подписан. Регионы будут обеспечены холодильным оборудованием с соответствием нужного режима. Тем не менее, глава Минздрава добавил, сейчас в Казахстане достаточное количество других вакцин и игнаться за брендами не стоит. Все предложенные варианты одинаково эффективны, подытожил Цой. Я думаю, к моменту поставки вакцины у нас готова будет холодовая цепь уже на другие вакцины. Но и в будущем это позволит нам иметь свою многоступенчатую, скажем так, возможность с содержанием вакцин при различных температурах, которые вакцины сейчас разрабатываются в мире. У нас будет возможность сохранить любые вакцины внутри страны. А вот согласно результатам соцопроса, около 35% казахстанцев переболели коронавирусом. Гражданский штаб по борьбе с пандемией Елюшин Еглемен опросил 2559 респондентов из всех регионов страны. Так вот, только 3% опрошенных рассказали, что болели COVID-19 и были госпитализированы. 10% болели, но не были госпитализированы. Еще у 21% респондентов были признаки, но они не проходили ПЦР-тестирование. Отношения к вакцинации у респондентов тоже разные. Радует, что большинство казахстанцев охотно идут получать прививку от COVID-19. Однако порядка 20% людей сомневаются в ее эффективности и безопасности. По результатам исследований мы понимаем, что это большей частью люди пожилого возраста, старшего возраста, от 60 лет. Прежде всего, наверное, это связано с тем, что они либо пенсионеры, либо самозанятые, то есть не имеют определенного места работы и не связаны с требованием работодателей о вакцинации. Другая группа – это лица молодого возраста, от 18 до 40 лет. И также это больше самозанятые, либо предприниматели, малый, там, средний бизнес, либо это студенты учебных заведений. И мы так понимаем, что это люди, которые, естественно, они не охвачены официальными каналами информации.